Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Трейсер. Сегодня я со своим тестем, Олиным папой и моего сына дедом, отправляемся на рыбалку. Моего тестя зовут тоже, как и меня, Серега, мой тезка. И мы сегодня отправляемся с ним на карповую рыбалку в надежде поймать какую-то большую рыбу. У нас уже практически 6 часов вечера. Мы сколько будем здесь, сутки где-то? Сутки. Будем, короче, примерно сутки здесь находиться. Надеюсь, что мы поймаем какого-то большого карпа и вообще надеюсь, что у нас будет классная рыбалка. Сейчас, в общем, нам нужно распаковать, насколько я понимаю, вот это все барахло. Я вообще рыбу в детстве когда-то ловил на удочку, какую-то платву, на тараньку. Буквально в рыбалке ничего практически не понимаю, но здесь у меня такой заядливый рыбак. Недавно вытянул карпа, я где-то тут фотку вставлю, на 12 килограмм. Я надеюсь, что нам сегодня тоже повезет и мы тоже вытянем такого большого монстра. Примерно понимаю для чего, это подставка под удочки, да? Да. Я в детстве, когда ловил рыбу, то мы вырезали с дерева такие типа рогатки, тыкали их где-то в воду и ставили на них удочки. Так, а вот это, я насколько знаю, пищалки специальные. Синализаторы. То есть сюда вставляется леска. Расскажите вы немного, потому что может неправильно сейчас. Сюда вставляется леска, когда рыба клюет, передает сигнал на пейджер. И мы видим, какая удочка у нас клюет. Спустились мы, ребята, ниже сюда к ставу. Вот, собственно, став, на котором мы сегодня будем рыбачить. Тест тут разложил уже удочки, еще чем-то занимается. Я как настоящий неопытный рыбак стою, ничего не делаю, просто наблюдаю. Здесь, короче, мне понятно, здесь у нас удочки. А что у нас здесь происходит, тест? Здесь у нас происходит сейчас процесс наживления приманок. На что мы, собственно, и будем ловить рыбу. Я так понимаю, кукуруза. На этом столу больше клюет кукуруза, чем бойлы. А чего она такого цвета интересного? Это запах манго. Раньше я не видел такую кукурузу. А еще посмотри, с каким вкусом, с каким вкусом, разные. И еще много разных. Ну а карп лучше всего получается на кукурузу, да? На этом столу, да. Я уже выше говорил, что я в детстве когда-то ловил рыбу. Но конкретно карповой рыбалкой мне никогда не доводилось заниматься. И я вот увидел такую картину, что на крючке нету ничего нету. Мы ловим на кукурузу, но на крючке ее нету. И для меня это немножко удивительно. Когда рыба клюет, карп кушает. Он его всасывает, выплевывает, всасывает, выплевывает. Потом затягивает крючок себе в рот. Колется и за счет груза подсекает. Классика жанра за нижнюю губу. Вот с помощью такой иголки одевается на вот этот поводок. И в конце ставится такой маленький фиксатор. Ну и потом эта штука крепится на поводок. Поводок крепится на литкор. А есть, ребята, еще такая большая монстр кукуруза. Понятия не имею, где она выращивается. А чем она пропитана, что она красная? Страубери. Клубника. И запах тоже кукуруза. Клубничный запах. Да, реально клубникой пахнет. Итак, ребята, у нас еще есть такой кораблик. Он, конечно, под таким углом, возможно, на какой-то сапог похож. Но это кораблик. Кораблик нужен для того, чтобы отвозить туда вперед где-то прикормку. И, насколько я понимаю, забрасывать сами крючки, да? То есть где-то, я так понимаю, вот эта прикормка сюда сыпется. Да, сыпется, ложится крючок. Сейчас более. И вот таким пультом, короче, потом там где-то далеко-далеко будет сбрасываться. Поставили, ребята, кораблик на воду. Включили. И сейчас он у нас поедет. Давай, сюррейка. Не просто. Там еще нельзя. Серый, что не сидит? Батареи давай. Сейчас принесу. Не поехал кораблик. Нужны батарейки в пульт. Хорошо, что я взял с собой батарейки, которые предназначались в фонарик. Но будут для пульта. Потому что без пульта мы не сможем закидывать прикормку. И что, далеко так надо завозить его? А в определенные точки самое главное всегда вот эту точку возить. Для того, чтобы прикормка оставалась в одном месте. И карп там собирается. И мы его оттуда попробуем сновить. А тут у нас вот такая вот картина. В одной катушке около 800 метров лески. Леска, в принципе, крепкая. Должна выдержать большого карпа. Кораблик он уже где-то там далеко-далеко. Вам, наверное, еле видно его уже. Но мы его еще видим. Ребята не успели забросить первую удочку, как уже, вроде бы, поклевка. Или нет? Сейчас увидим. Поклевка, да? Похоже. Что по ощущениям? Большой? Ну, не знаю. Сейчас увидим. Говорит, а что ты написал в письме? Вот получим и прочтем. Только, знаешь, еще у меня в жизни такого не было, чтобы сразу забросил. И практически, еще даже... Еще даже вот эту пищалку не включили. Еще ничего не включили, и сразу рыба вклюнула. Такое бывает очень редко. Вываживать надо, Серега, спиннингом, а не катушкой ломать катушку. Вот, вот, вважаем спиннинг. И потом, во время, начинаем. То есть, вот так по чуть-чуть получается? Да, но просто не катушкой надо работать. А сейчас тебе придется... А, то есть, когда наматываешь, чтобы катушка расслабленная была? Да, потому что сломаешь катушку. Я понял. Сейчас тебе придется, Серега, попробовать поработать подсаком. Подсаком? Без проблем. Я, так понимаю, еще чуть-чуть рано его беру в руки, но... Ну, такого у меня еще не было. Так, это мне где нужно стоять, чтобы... Тебе нужно стоять здесь. Я понял. Давайте поменяемся местами. Берем подшаг, ребята. Я не знаю, что с ним делать, но я так понимаю, уже опускать. Да, уже опускай ниже воду. А я буду пытаться подтянуть тебе рыбу. Видишь, как он теряет? Уже близко. Тарфик небольшой. Здесь говорит, килограмма на два будет. Может, полтора, но все равно... Ну, все равно это не маленькая рыба, на самом деле. Я вот не рыбак, для меня это большая рыба. Ничего себе, такой большой. Приятная рыба. Не-не-не. И вот, и вот этот вот подошел. Ну, пробуй. Не, не попал, не попал. Попадай. Вот. Вот он наш. Не-не, так сериал, как подсак не поднимай. Все? Вот теперь поднимай не подсак, а вот так. Вот так, да? Да. Ничего себе, маленький карпик. Офигеть. Офигеть. А если не успел, поставите на сигналку сразу, что? Офигеть. А может быть, кукуруза? Офигеть, ребята. Смотрите, как... Блин, я такую здоровую рыбу еще никогда не увидел, чтобы ловили. Нижняя губа, кстати. Классика жанра за нижнюю губу. Вот такой вот, ребята, карп. Офигеть. Я таких больших еще в руках, наверное, не держал. Только в магазине видел, что в аквариуме там плавали. Ну что? Идет в мешок, короче. Да. А мы будем дальше ловить. Не успели, ребята, даже все удочки закинуть. Только одну только закинули и сразу клюнуло. Сейчас, короче, это. Перезакидываем обратно эту же самую удочку или другую уже? Одну. Эту. Эту же самую перезакидываем. И я не знаю, у нас 4 удочки. Если будет дальше такой клев, то мы, наверное, все 4 даже не успеем закинуть. А можно будет я это потом вот так попробую? Да, можно. Это сейчас только прикормку тогда будем возить? Да. Только я не знаю, если у нас будет такой клев, когда мы будем заниматься самым главным делом. А что самое главное на рыбалке? Самое главное налить водяному и самому попробовать. Я понял. Без этого вообще никак. Клев может пропасть. По традиции им всегда надо налить водяного. Но мы не успели. Водяной, видно, меня узнал с прошлого раза. Пошел перезаброс первой удочки. Удочки заброшены. Когда что-то клюнет, будет вот такой вот звук. У нас там. А у нас там. Мы сейчас отходим туда, к машине. Это получается, если плохой клев, можно вообще спать. И если будет что-то клевать, оно разбудит. Ты ночью спишь себе в палатке. А карп уже никуда не уйдет получается. Шикарная штука. Спортивная рыбака. Очень спортивная. Ну что, дорогие подписчики. Пока мы забросились. Теперь, как все нормальные рыбаки, мы начнем пить кофе, чай. Вот сейчас мы его приготовим. Где? Вот возьмем, нальем в чайничек воды. Закипятим воду. А пока будет закипать вода, мы, как нормальные рыбаки, начнем пить воду. Не успели, ребята, поставить кофе. Так уже. Кстати, опять это же самая удочка, да? Да. И опять мы тянем рыбу. Что, так на глаз сможете уже определить или еще рано? Ну, больше килограмма, точно. Если так будет целую ночь, мы не успеем. Даже сегодня не спать, не ездить. Тут небольшой... Ну, для меня, например, мне кажется, что он очень большой был. Ну, зато радует интенсивность клево. Каждые 20 минут. Ну, этот... Этот карпуша был очень лояльный, он даст нам дальше покушать. Он ушел. Шарвался? Да. Блин, зря я подхватник взял. Ну, ничего, ушел так ушел. Пусть растет, когда вырастет большой, пусть еще раз приходит. Так, это уже не ложная тревога, это уже что-то было серьезное. Это желтый спиннинг, который мы... Пока добежали, уже что-то... Это тот же желтый спиннинг, который мы... Самый везучий сегодня. Постоянно на голову карпу одеваем. О, мы тянем опять рыбу. Это уже посерьезнее, судя по... Чем следующая, да. Чем первая, я не знаю, какая это посерьезнее рыба. Я заранее подготовлюсь, возьму подшаг и стану здесь на поготове. Мы должны словить зеркального карпа, чтобы его легче было чистить, и мы его, наверное, пожарим. Ну, естественно, если он будет маленький, мы его выпустим. Если до полтора килограмма. Ну, такой, поменьше вроде будет. Чуть поменьше. Иди сюда. Вот так, да, подшагом работать надо? Все, я теперь уже это... Подшаговый рыбак. Уже знаю, как подшагом работать. Снимем. Так, не буду ложить его, потому что сейчас, если дернешь, не дай бы упрыгнуть. Или такого выпускать будем? Да, да, все, вытягивай. Это... Это зеркальный или нет? Да. Оставляем? Да, пока для лучшего взрослета... Опа! Поэтому подшаг лучше не опускать. А если что, потом если выпустим, он жить все равно будет, да? Да, конечно. Потому что мы с его сейчас в воду опустим. Так, достаем наш мешочек с рыбой. С той стороны. Угу. Так. Ложим туда. Так, и расскажите еще, почему то, что меньше полтора килограмма выпускать и больше пяти тоже? Потому что маленькая пускай растет, а большая пускай нас радует. Я понял. Потому что, ребята, если рыбу не выпускать, то рано или поздно она вся выловится и, в принципе, ловить нечего будет. Сегодня клев у нас для начала многообещающий. Надеюсь, что так будет и дальше. Поэтому большую и маленькую рыбу надо выпускать. Перезабрасываем, ребята, нашу счастливую удочку. Это конкретно вот эта. На нее уже мы вытянули два карпа. И один сорвался. Там хороший ориентир как раз на кормушку. Не перепутаем ничем. Значит, ночью будем хорошо рыбачивать. Ребята, в восемь утра, утра, говорю, вечера, не успели отойти, как опять именно вот эта удочка. Счастливая. Так, я сейчас насмотрюсь в теории, как это все выглядит. И начну на практике уже пробовать вытягивать. Короче, все остальные удочки, я понял, можно уже... Я только что хотел это сказать. Можно сворачивать их или не брать вовсе. Рыбы нам уже хватит вообще. Большой? Нет. Стандартный. Когда будет большой, ты увидишь. Стандартный это сколько? До трех. Я помню, ничего себе стандартный. Даже тот первый, который мы вытянули, два килограмма, как по мне, он такой, очень большой. Он оказывается, это чуть меньше стандартного. А стандартный это вообще мелкий. Большой увидишь, когда придет. Если большой придет, то он уже в другую сторону попыл. Так, лишь бы он сейчас на удочке не запутал. Что такое? Он уже запутал. Что сюда большой делает, если маленький так? Что хочет, то делает. А сколько вообще по времени вот такого большого килограмма на 10 можно тянуть? В прошлый раз было 7 минут. Иди сюда. Он уже соседнюю запутал. Опять зеркальный. Ай, бляха-муха. А, палец, крючок загнал чуть-чуть. Уже загнал? Нет, где-то там чуть-чуть, там не страшно. А, маленький. Ну, как бы да, те побольше были вроде. Из-за количества слоев потом будем опустать. Так, ну по факту мы ловим полтора часа. Клев, можно сказать, сумасшедший сегодня. Желтый. Опять это же самое. Есть? Уже такой небольшой закат. Время уже ближе к 9. Да, уже 3 часа рыбалки. У нас 5-я поклевка. Мне кажется, что 5-я поклевка за 3 часа это немного, но на карповой рыбалке, оказывается, это очень-очень даже много. Если учесть, что калибр рыбы не такой, как на удочку ловишь карасика, что там по 300-100 грамм, то он довольно часто клюет. Тем более, что и на одну удочку все время клюет. Вообще шикарно. Мне все остальные надо. Можно это, чтобы не мешали просто убрать их. Оп-оп. Это маленький вообще такой шкет. Тоже зеркальный, да? Так, тоже. Я вот чем больше их вижу, тем больше они мне кажутся маленькими. Мы, ребята, поняли, что отличает именно вот эту удочку, на которую практически каждая поклевка идет, или все вообще были только на эту? Да. Вроде все были на эту. Мы, конечно, поняли, что ее отличает от этих троих, и мы сейчас все исправим, и у нас, по идее, будет теперь в 4 раза больше поклевок за одно и то же время. Лишь бы сейчас не сглазить. Каждый раз вот при перезакидывании вот так добавляется прикормка, и кораблик ее уносит. 11 часов. Сидим, ребята, в ожидании поклевки и слышим, как у наших соседей... Как это штука называется правильно? Паровоз. Паровоз, во. Паровоз пищит, клюет, а соседи уже отпраздновали день рождения, немножко приутомились и решили отдохнуть. Короче, мы их это, разбудили, сказать, что у них поклевка, и они вытянули зеркального карпика. Ребята, выйти не требу. День рождения, день рождения, люди выйти. Ну, ты хочешь еще дочекти? А? Ну, пикает. Ну, тут, да? Что, не слышишь? Пикает, блядь. Бежи, Сергей, снимай. Как соседей. Ловится рыба. Трошки не туда. Кажу, не туда иди. Тебе это иди витяг. Нет, только ты не туда иди. Твой этап. Твой этап спидел. Оанька, спатькуй, и его добудешься, блядь. Вот так, Сергей. Ну, я вроде так и ловил. Да. Ну, что, красавчик такой непоганый. В зеркальном, блядь. В зеркальном, блядь. Итак, ребята, поймали очередного карпика. Опять зеркальный. Этот, правда, какой-то худенький, поэтому, наверное, пойдет он нам сегодня на ужин. Вот наш самый-самый-самый свежий карп. Тесть его вымачивает в банке, для того, чтобы было вкуснее. И начинаем жарить. Был серьезный писк, ребята. Не успел я включить камеру. Надеемся, что рыба такая же серьезная. Капец, ребята. На самом деле, этот карп такой огромный. Но я уже сегодня смотрелся на этих карпов, и мне он кажется, в принципе, таким, знаете, обыкновенный. Обыкновенный карп. Если взять мою руку, то, блин, в сравнении он, конечно, очень большой. Тихо, 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 тихо. Все, а я пошел тем временем переворачивать рыбу. Вот такой вот, ребята, у нас карпик тут жарится. До недавнего времени был самым свежим. Сейчас уже мы, конечно, по свежести немножко обновили карпа. Не успели мы, ребята, перевернуть нашу рыбу, как уже новая поклевка. То около часа ничего не было, то одна за другой. Даже вот эту удочку не успели перезакинуть. И еще в кустах что-то там шарудит. Короче, мы сегодня, наверное, выложим всю рыбу. Все кофе не выпьем, а вот рыбу всю выложим. Ага, вижу, вижу, вижу. Ого! Это большой! Это, походу, сегодня рекорд у нас. Это Амур. Амур? Это карп, что это? Как по мне, карп, но я не разбираюсь. Ну, это карп, будем смотреть. Не, это карп. Не, это Амур. Амур? Это Амур. Слушайте, ну я вам скажу, по весу это вроде как бы самый большой. Да, это трешка. Это трешка, нихрена себе. Тихо, 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 тихо. Ого, как я под шагом научился работать уже. Второй раз поймали Амура, одного и того же причем. Тихо, 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 сиди. Капец, какой он огромный, ребята. Я такую, честно, большую рыбу вживую, именно чтобы сам кто-то поймал. Никогда не видел, только в магазине такую. Видел водка, короче, нога моя. И вот Амурчик. Отправляем в музей Поле Чудес. Музей Поле Чудес. Принимай рыбу. Ну, это тоже такой немаленький уже кабан такой по сравнению с рукой моей или ногой. Ну, чтобы сравнение было понятно. Вот ногу подставил. И вот самое прикольное, что всегда за нижнюю губу запряется. Так все продумано. И прикормку можно не менять, да? Да. Экономная рыба, карп. Бляха, муха, еле. Вот реально, ребята, еле в руках держу. Такой здоровой. Ой. Шесть утра, ребята. Понемножку ночью вынимали удочки. Но уже не перезакидывали их, потому что хотелось поспать. Клев сумасшедший. Но поспать не получилось. Ну, что, мы его поймали. Очень мелкий жук. Не дал нам поспать. Ну, что, килограмма полтора раза тоже будет. Не дал нам гад поспать. Ах, ты жук. Ах, ты жук. Ну, все. Можно идти спать. Всем, ребята, доброе утро. Ночью был классный клев. Мы приходили вытягивать одну удочку, перезакидывали. Клевало. Вторая. Короче, мы по одной удочке так повынимали, повынимали, повынимали. Легли спать. И сегодня в 9 проснулись, перезакинули все удочки. И вот в 9.30 у нас уже первый клев. Я, кстати, не помню во сколько, я уже такой был в тумане, сонный. В полчетвертого уже увидели, что рыбу уже нет смысла ловить. А последнюю удочку я где-то вроде в 6 вытягивал. Вытянул уже такого, знаете, карпика. Не помню, вроде тоже килограмма полтора. Уже не кажется мне вовсе большим уже такой. Даже необыкновенный, маленький как будто. Ну, что, карпик, доброе утро. Утренний карпик. Утренний или зеркальный? Утренний карпик. Мы выспались, можно уже ждать какого-то морса. Тих-тих-тих-тих-тих. Начало, в принципе, хорошее. Наверное, сегодня будет такой же клев, как и вчера. Я думал, что это за ночь черные камни, возможно, уплыли, но судя по тому, что реально 15 минут после заброса и уже клюет, то... Короче, сегодня будет, наверное, тоже хороший день. Ну, что, ребята, мы только перезакидываем. А тут уже на черных камнях опять рыба. Если бы мы не вытянули удочки, то мы все дни не поспали, наверное. А так хотя бы выспались. Так, этот, ребята, сильно маленький, поэтому мы его... Ой, чуть-чуть, конечно, не сильно мягкое, наверное, приземление, но пускай растет. Капец, ребята, сегодня клев не хуже, чем вчера. Буквально, насколько мы на 5-10 минут отошли попить кофе. Хорошо хоть кофе успели допить, потому что мы его когда только сделали, перед этим тоже клевало, то, короче, пришли уже холодный кофе пить. Ну, хоть холодный кофе успели выпить. Есть, да? Чего? Блин, а еще так други подряд уже. Что-то не так и сделал. Что-то не случилось. Ну, у тебя еще шансов тренироваться сегодня есть. Ого-го. Еще выловишь свою самую крупную рыбу. Ну, этот мог бы быть самым крупным. Обидно, что сорвалось, потому что это могла бы быть самой крупной рыбой, которую я тянул. Ну, у нас еще есть время, так что я думаю, сегодня еще какого-то монстра, там, на килограмм 10, хотя бы минимум, надо поймать. Короче, ребята, самый большой мой улов, который я сам вытянул. Сколько? Килограмма 2, да, тут? Ну, больше. Где-то 2 800-2 700. Вот такой вот у нас улов усатенький. Что, в мешок или сразу выпускать его? Сразу выпускаем. Пошли. Аккуратно, да, надо, чтобы? Да, аккуратно. И так, чтобы... Карп рыба нежная. Расти. О, прекрасно. Расти большой и радуй нас еще раз. Ровно час дня. Немного подутих наш клев. Уже примерно час никаких поклевок вообще не было. Что-то запищало. Может, это я мостик этот потряс, и оно запищало. Но если такой клев дальше будет продолжаться, то, к сожалению, сегодня монстра не поймаем. Ну, в принципе, и так. Мы поймали достаточно много рыбы. Были крупные такие рыбехи. Мне понравилось ловить рыбу. Но есть у меня где-то там внутри головы такая мечта, что вот хочется поймать именно такого большого-большого монстра. Я думаю, что даже если не поймаем, ничего страшного. Походу, ребята, рыба уже заканчивается. Больше часа не было никакой поклевки. Вытянули карпика и выпустили. Потому что, если закончится рыба, блин, скучно будет, нечего ловить будет. Да, без напарника тяжеловато. Но мы справились. Ох, блин, опять этот зеркальный карпик. Такой вот, ребята, карпик. Можно сказать, для данного водоема практически стандартного размера. Зеркальный, как всегда. Ну, его тоже выпустим, потому что мы поймали за последние практически сутки уже реально очень много рыбы. И с той, что поймали, нам реально столько ее не нужно. Большую часть мы выпустим. Так что, ребята, его давайте выпустим. Пускай живет, растет еще большим. Килограмм 15. И пошел. Все, расти большой, не будь лапша. Так, ребята, что-то рыба разошлась. Начинаются поклевки. Наверное, рыбе понравилось, что мы ее выпускать начали. Лишь бы монстры клюнул. Мы часа через два будем сваливать уже, так сказать, домой. Было бы неплохо что-то хотя бы больше 5 килограмм вытянуть. За всю нашу рыбалку пока что самая крупная рыба, наверное, где-то 3, может, 3 с копейками. Амурчик вот тот, что мы ночью вытянули. Ну, а мой рекорд где-то 2 с копейками. Мой личный рекорд. Наша рыбешка уже под берегом. Я опять без напарника. К моему тесте приехал какой-то друг. Они с ним сидят там, разговаривают. А я тут отрабатываю навыки самостоятельной рыбалки. Тих-тих-тих-тих-тих. Ох, тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Вот ты какой шустрый, смотри. Ну, а мы таких шустрых подшаки видали. Это вообще какой-то коротышка. Слушайте, знаете, что мне кажется? Это все один и тот же карп. А не, это уже не зеркальный. Что ты у нас тут, братан? Прозвучил наживку. Давай тебя освободим и выпустим. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Ну, не бей себя. Давай уже. Вали, 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 вали. Свободен. Красава. Хотел аккуратно его, чтобы он не ударился. Ну, видимо, он куда-то спешит. Ну что, ребята. Наша рыбалка уже, видимо, подходит к концу. Хочется уже ехать домой. Кушать рыбу. И прежде чем это все сделать, нам нужно отпустить лишнюю рыбу. Потому что рыбы поймали мы очень много. И нам столько много ее просто, ну, нафиг не надо. Поэтому давайте будем ее выпускать. По одной будем выпускать? Конечно. Тише-тише-тише-тише. К нам приехала такая группа поддержки уже. Так. Это обычный, это небольшой. Вот такие вот это обычные тут. Это необычный. Зеркальный. Зеркальный хороший, часто пила. Эк-профессоральный, часто не пила. О, пап, правильно, что вы туда? Может, там было зеркальное поставить? Да, они почти все тут зеркальные. Зеркальный, больше, часто. О, пукнула рыбка. Можно под шумок кому-то пустить шептуна. Скажем, что рыба. Ну, а это три оставим себе. Еще у нас, ребята, есть один мешок. Сейчас еще с этого будем выпускать. Кстати, всю ночь оно так как-то ловилось, ловилось, ловилось. Казалось, что рыбы на самом деле намного больше. Начали выпускать, поняли, что ее не так уж много. В принципе, ее не так уж и мало. И мы еще очень много выпустили в процессе рыбалки. Тихо, 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 тихо. И вот это первый, которого мы поймали, да, вроде? Рыба, тихо, тихо. Да, это самый первый, которого мы поймали. Тихо, жалко видовое. Тихо, он небольшой, 2 килограммчика где-то. Тихо, тихо. Рыба, тихо. Расти большой, не будь лапшой. Попадайся нам опять. Вот это, наверное, самая-самая большая рыбеха. Это амур, где-то килограмма 3. Может, чуть больше, да? В общем, нам сегодня монстра не удалось поймать. Но если вам понравилось, ребят, данное видео, пишите в комментариях. Хотели бы ли вы, чтобы мы приехали еще раз, поймали большого монстра на 10, а то и больше килограмм. Ну, а пока что, вот это самый наш такой большой улов за сегодняшнюю рыбалку. Вот такой у нас сегодня уловчик. Ширину какой-то. Пока. Спасибо этому карту за впечатление.